Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку. Хотел бы рассказать про мой Васильевский, набережная лейтенанта Шмидта, дом 11, дом Воронина и археологический институт СППДУ, филологический факультет. Вот что написано о нем на сайте CityWalls. 1822-1824 архитектор Сюзор Павел Юрьевич, изменение фасада. 1950-1952 архитектор Бурышкин Давид Петрович, перестройка корпуса по набережной. По этому адресу находилось здание, в котором находился археологический институт. Надо сказать, что институт являлся частным учебным заведением. В него принимались только лица, которые имели законченное высшее образование. Срок обучения составлял 2 года. Институт готовил специалистов по археологии и архивоведению. По положению 1899 года для вольнослушателей была введена плата за обучение в размере 30 рублей, но впоследствии плата за обучение была введена уже для всех, а совет получил право устанавливать размер платы за обучение. Здесь обучалось около тысячи студентов, но после того, как в Москве открыли институт в 1907 году, обучающихся кратилось двое. Учрежден указом Александра Второго от 23 июля 1877 года по инициативе видного историка и сенатора Калачева. Находился в непосредственном подчинении министра народного просвещения. С 1882 года институт стал получать правительственные субсидии. По указу от 2 июня 1899 года он стал государственным учреждением. В 1905 году институту было присвоено наименование императором. Он заведовал и руководил деятельностью губернских архивных комиссий, реализовал научные труды, выходил в регулярный сборник, проводил археологическую разведку, раскопки на территории Санкт-Петербургских и другие губернии. В 1918 году перешел в введение Народного комиссариата просвещения, а в 1922 же институт был преобразован в археологическое отделение факультета общественных наук Петроградского университета. С 1878 года читал курсы юридических древностей Сергеевич, это русский историк, право, тайный советник, профессор и ректор императорского Санкт-Петербургского университета. Лекции по архивоведению читал Андреевский, русский писатель, юрист, историк, архивист, гигиенист, педагог, профессор и ректор императорского Санкт-Петербургского университета, директор Санкт-Петербургского императорского археологического училища. После смерти курс Андреевского стал преподавать выпускник института Воронов. В различные годы был директором Труворов, Соболевский, Покровский, Веселовский с 1917 по 1918 года. Веселовский это русский археолог, востоковед, исследователь истории и археологии Средней Азии, вел раскопки в Самарканде, первым исследовал причерноморские и скифские древности, член-корреспондент операторского Санкт-Петербургской академии наук. Надо сказать, что этот дом еще называют доходным домом Воронина. Воронин Михаил Степанович, ученый-ботаник, общественный деятель, предприниматель, меценат, академик Петербургской академии наук, один из основоположников онтогенетического метода и микологии, автор классических исследований циклов развития ряда грибов, доктор-ботаники. Надо сказать, что он жертвовал значительными средствами, был меценатами на строительство оранжереи при Петербургском университете, оказывал материальную поддержку Рождественскому городскому училищу. Кончался в 1903 году, и такая тоже вот маленькая деталька, СМИР застал его за исследованием содержимого желудка мамонта, привезенного в Академии наук одной из серных экспедиций. Похоронен на новодейщем кладбище в Петербурге. Ну вот примерно все об этом доме. В 1915 году здесь был городской лазарет, в 1917 городской лазарет номер 67 гимназии, и реальное училище Карла Майя. Потом здесь, кстати, был ресторан Корыш, плавок кого-то, мы нами напротив стоял, и Айвенга, Гранд Кафе. Ну вот примерно все о доме, который находится по адресу лейтенанта Шмидта, 11, то это дом Воронина, археологический институт СПГУ, филологический факультет. Все, пока-пока, до новых встреч.